Все может. Все, что ниже диафрагмы, быстро дать, если есть неправильная работа диафрагмы. Появления различные. Лечим шею. Окей. Что сделать такого, чтобы ее шея начала работать? У нас первые зубы, да? Низ. Вы можете столб поставить сюда? Ага, пучку сварил лоб спасти. Да, вот, хотели съедить. Нет, ниже, ниже, ниже. Можно показывать. Рот-то кройте, я ниже тут. Окей. Желательно в рот не лазить руками, которыми трогали все остальное. Поэтому мне подогнал лицевую пачку перчаток. Вы еще и стоматолог. Это сильно, конечно, сказано, стоматолог. Представьте, что она сейчас живет кусок цемента, как минимум. Ну, и мозг, так думает. Это нарушение активации вот этого нервного тройничного лицевого. Вот, ась, пыльц. А имплантация? Ой, у меня был тут пациент с имплантацией. Что-нибудь стоит делать? Ну, сделать можно, если зубов нет, что еще делать. Просто надо реабилитацию хорошую. Просто вас потом скрутят, а лечить будут там, где скрутят. Не импланты. В общем, продезинфицировали руку, кто будет лазить в рот. Попросили открыть рот. Находим зубы. В данном случае все зубы. Находим все зубы? Здесь очень много зубов проблемных. Нижняя челюсть вообще проблемная. Когда вы ставите на больной зуб свою ручку, мышца которой была сильная, давите на меня, резко слабеет. Понятно? Спрашивайте, где найдете боль по виску. Есть больно? Здесь. 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 Чуть-чуть ниже, да? Боль. Ага. Все. Противоположная рука, противоположная рука. С обратной стороны. И вы просто здесь массируете. Все лечение. Палец на зубе. Находишь больную точку и эту точку массируешь, да? Да. Ну, есть и другие методики, конечно, может они более какие-то... А если нижние челюсти? Не принципиально. А как человек сам может найти? Я не совсем поняла. Поставлю руку на зуб и ищите болевую точку. Это лёжа надо делать или всё равно? Лучше лёжа, потому что... И массировать зуб или... Нет, зуб не надо ничего наслевать. Зубы надавливаете и создаёте поток конферентной импульсации в мозг. Я просто её чуть-чуть передавил. Что такое? Не сходите. Это реально больно, потому что связки болят. То есть массируете вы точку по виску, да? Да, вдоль височной линии. Легче? Оно в сознании? В сознании. То есть вы палец ставите на висок и зубы проверяете. И там, когда висок заболит, тогда только... Ну, то есть когда заболит, где больно, то эмоцирует. Я поставил руку на зуб, нашёл место, которое будет болеть. Без постановки на зуб, но может и не болеть. И сколько массировать надо? Ну, в идеале, пока боль не пройдёт. Там долго я не мучаю. Я потом просто быстренько другие техники делаю и идёт. Ну, то есть вот это можно в домашних условиях без последствий делать, да? Вообще. Ну, только хорошие последствия нужны. Ну, в смысле, там ничего лишнего не нажмёшь, человек потом ходить там криво не станет, да? Помним, эта мышца была слабая. На самом деле каждый зуб связан с определённым органом через меридиану. Нарушение потока меридиана через зуб приводит к дисфункции органов. Ну, и, соответственно, дисфункции нервной системы. Я подобный массаж проходила, но потом перестала, и мне действительно боли со лба убрали. Такой вот эмоциональный, видимо, да, были? Я не знаю. Ну, если лба болит, то, скорее всего, эмоциональная прибрызка есть. Да, да. Чуть ниже, да? Здесь. А если лба спала? Покажи. Если очень больно будет, вы укусаете. Отомстите за всех нас. На мне палец, кстати, плохо. Я для нас так укусила и говорю. Да? Да. Не сознательно, просто челюсти сдержались. Да-да, рассказывай, не сознательно. Мы сегодня соним полечим, мы всегда говорим на ограничение. Я, в принципе, вам покажу и покажу результат.